Приветствую, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня мы заценим бой на Суперконе. Да, в последнее время я часто показываю бои на этом танке. Я уж не знаю, с чем это связано, но Суперкон что-то очень хорошо себя показывает в рандоме, то есть он нагибает реально. И действительно, это один из лучших тяжелых танков в игре, несмотря ни на что. Что на самом деле очень интересно, потому что все хотят Чифтейна. Кстати, в этом видео о нем тоже речь пойдет, но чуть позже. Ну, а я, в общем, надеюсь, вы будете наслаждаться данным сражением. Но также, друзья, хочу порекомендовать вам Королева Мэйв набор с премиум танками. С Муайс Мэйв можно получить Суперпершинг, ИС-2, Шерман Лозы, Девушку-танкистку. Также 2D стиль, X5 опыта, День према. В общем, такой большой набор. Это все в одном за 100 рублей, то есть реально очень халявно получается. И набор официальный, то есть не волнуйтесь, это там не какая-то там подстава, чтобы вы там просто деньги потеряли. А действительно, это с Амазоном Wargaming сотрудничает. То есть, если интересно, то можете по ссылке ознакомиться в комментарии и приобрести себе, если интересно. Также вот победитель, который выиграл большую коробку новогоднюю, может быть, ему повезет и выпадет премиум танк. Соответственно, если вы хотите тоже попробовать выиграть, то вам нужно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. В общем, крайне рекомендую это сделать. Так что, очень хорошая такая вот халява, на мой субъективный взгляд. Итак, друзья, разработчики, конечно, устраивают марафоны с удивительной периодичностью. То есть, постоянно то у них один прем танк приближается, то другой. Вот в прошлый раз был объект 274А, насколько я помню. И, соответственно, его получило 137 951 игрок. Данный танк, довольно большое количество данных танков появилось в рандоме больше, чем поляка КС-52ЛИС. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот танк, если вы его получили. И будете ли вы участвовать в следующем марафоне. Кстати, если проанализировать все марафоны, которые у нас были с 2018 до 2020 года, то обычно у нас марафон проходит с февраля по март. А это означает, что очень вероятно в феврале, скорее всего, в конце февраля начнется новый марафон на новый премиум танк. Какой именно премиум танк? На мой взгляд, самым таким вот очевидным кандидатом может стать танк под названием Шармельн. Если правильно, опять-таки я читаю. Соответственно, танк очень добротный по характеристикам во многих своих, в общем-то, таких вот преимуществах. Он демонстрирует, в общем-то, действительно доминирование над другими прем танками, которые выходили. Ну, смотрите сами, тут и довольно неплохой ДПМ. Тут у нас и хорошая альфа, хорошее пробитие. То есть, альфа тут 440 пробитие основными снарядами 220 и 270 на ГАЛДЕ. Нормальная такая динамика, то есть, 42 километра разгоняется и при этом очень даже шустро, 18 лошадиных сил на тонну. При этом танк далеко не картонный, то есть, тут 170 миллиметров во лбу башни и 130 миллиметров во лбу корпуса. Это при том, что очень хорошее УВН, минус 10 градусов. Из-за недостатков стоит отметить плохую точность и, в целом, некомфортное сведение. То есть, танк, скорее, для средней или близкой дистанции. Но также, друзья, стоит отметить, что сейчас вы еще можете записаться на последний этап турнира Wargaming, если, конечно, у вас есть на это время и силы. И сейчас, в общем-то, времени уже совсем мало остается. Остаются турниры только на 3 января, там на 4, на 5, на 6. Как зарегистрироваться? Заходите на официальный сайт игры, там логинитесь, конечно, заходите на свой аккаунт и там сверху нажимаете турниры и нажимаете участвовать. Но, правда, стоит отметить, что в основном остались турниры 3 на 3, или там 2 на 2, или 7 на 7, то есть, ну, 1 на 1. В общем-то, и такие турниры тоже есть, но их не так уж и много. Так что, возможно, придется найти себе напарника, так сказать. Также еще до 7 января у нас продадятся акции. Крайне рекомендую закупиться снаряжением со скидкой 50%. Кроме того, у нас тут и слоты в ангаре со скидкой, ну, вдруг понадобятся там и койки в казарме, и другие, в общем, полезные вещи. Там эксперт опыта можно получить. Также не забудьте получить день према всего-то, что нужно сыграть один бой. Ну, если этого еще не делали, может быть, быть заняты на Новый год. Там же есть и другие ЛБЗ, можно получить разнообразные расходники, там ремки, аптечки, огнетушители, допайки, резервы. В общем, довольно большое количество. Ну, хоть и мелкая халява, но тем не менее, тоже пригодится. Не забудьте, кстати, докачаться до 10 уровня новогодней атмосферы. Это очень важно, даже если времени не очень много у вас. Но помните, что там дают не только там какую-то мишуру ненужную, но и дают бонус, который будет длиться до конца вот этого месяца. Также еще вам дадут там девушек-танкисток. Они тоже очень важны, потому что будут переделывать экипаж. И в дальнейшем все это дело очень сильно вам пригодится. Напоминаю, кто-то, возможно, это знает из моих подписчиков, но кто-то и даже не подозревает. Но также еще одно событие, которое нас ждет в дальнейшем, это боновый магазин. Очень вероятно, что танк, вернее, ПТ-САУ 10 уровня, Объект 268, вариант 5, может появиться в боновом магазине. Как вариант, конечно, может быть, ее готовят для черного рынка, но тут точно не угадаешь. Но очевидно, что ПТ-САУ готовится к выходу, потому что ее раздали абсолютно всем тестерам. Сейчас супертестер ее очень активно тестирует. Я думаю, не просто так это делается. То есть, вероятно, ее готовят как раз для обновленного бонового магазина, который, вероятно, должен состояться вместе с ранговыми боями или после них где-то примерно, опять-таки, в феврале, может быть, в марте месяце. Соответственно, еще один танк – это Чифтейн. И его, я думаю, хотят абсолютно все. Но тут есть очень такая большая вероятность, что данный танк последний раз можно будет получить в черном рынке. В обновленный боновый магазин его, ну, в принципе, могут, конечно, добавить. Но сами понимаете, что такой вариант маловероятен, так как этот танк очень имбовый. Если он будет часто появляться в рандоме, то он может, так скажем, немножечко рандом подломать. Хотя, кто знает, может быть, Wargaming как раз из-за мыслили такой план, чтобы, ну, они убрали, как вы наверняка знаете, из глобальной карты. Чифтейна теперь его получить нельзя. Но, соответственно, они могут его добавить в обновленный боновый магазин для того, чтобы, соответственно, игроки, ну, копили боны, чтобы они, в общем, более активно играли на глобальной карте. То есть, многие, кто получат чифтейна за боны, если он там будет продаваться, то представьте, что будет. То есть, кланы поменяются очень сильно, появится много разнообразных мелких кланов, у которых будет чифтейн, и уже будет конкуренция в кланах довольно серьезная. Ну, и, соответственно, в таком случае ВГ добьются своей цели, они сделают кланы более популярными, потому что, ну, кланы сейчас не особо популярны. ВГ много раз говорили, что их главное, ну, одна из главных задач это сделать так, чтобы кланы были более доступны, особенно для, там, ну, начинающих кланов, обычных игроков, а не только статистов. Потому что, ну, сейчас получается такое, что в основном в кланы идут такие вот средние, даже выше среднего игроки, а обычным игрокам, ну, делать абсолютно нечего. Также, друзья, вы можете забрать Х5 опыта, день према, ну, в специальном сайте призов, в описании ссылочку добавлю. Кому интересно, заходите и получайте небольшие халявные плюшки, но, тем не менее, довольно существенные для, ну, для халявы. То есть, как для бесплатной раздачи ежемесячно это нормальная тема, на мой субъективный взгляд. Напишите в комментариях, как вы проводите сейчас время, то есть, играете ли вы в World of Tanks, или, может быть, больше, там, чем-то другим занимаетесь в новом году. Ну, и также интересно узнать, вообще, будете ли вы играть в танки в новом году, или подзабьете на них. То есть, очень хочется это узнать. На этом все, друзья, спасибо, что смотрели, но не спешите закрывать, потому что сейчас я покажу довольно хороший способ, где можно заработать много золота. Проверенный способ, пользуюсь им постоянно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте VODKIT. Попытаемся, в общем-то, что-нибудь выиграть. Как всегда, всю голду я разыграю среди вас. Если хотите поучаствовать в розыгрыше, вы можете в комментарии указать свой игровой ник. Ну, и обязательное условие нужно досмотреть данное видео до конца. Итак, бесплатный кейс, попробую выдавать теперь платный за 99 рублей главный кейс. Каждая шестая игра бесплатна, посмотрим, сколько выпадет. Кстати, воспользуйтесь моим промо-кодом, если будете играть на данном сайте. В общем, попробуем выиграть что-то реально ценное для вас сегодня, ребята. Так, 50 золота, 100 золота, но это как-то маловато. Но, возможно, дальше будет ждать что-то поинтереснее. Итак. Так, 900 золота, но уже чуть получше, чем начало, конечно же. Ну, по-разному бывает, бывает 50 золота, у меня было такое, что 10 кейсов по 100, там, по 500, по 50 золота, а потом премиум танки пошли. Такое тоже возможно, конечно же. Но, конечно, хочется выиграть какой-нибудь премиум танк, тут аж 3 премиум танка. То есть, в принципе, шанс выиграть-то большой, на самом деле. И, действительно, мне везет. 10 тысяч золота у меня в кармане. Где 200 золота у меня всего было на сайте на этом. 200 голды, вернее. То есть, совсем немного. Но, собственно, сейчас мы счет пополним. И будем потом разыгрывать среди вас, конечно же. Попытаемся, собственно, выиграть что-нибудь ценное. Итак, 1000 золота. Забираем, конечно же. Революбер Зе Т-92. В общем, посмотрим, что выпадет. Итак, 6400 золота. Еще один премиум танк, товарищи. Просто замечательная удача. И просто офигенно. Но на этом еще не все. Еще есть 807 рублей. И посмотрим, может быть, еще даже какой-то премиум танк выпадет. Ну, 20 тысяч золота уже довольно хорошая сумма, я считаю. То есть, уже, в принципе, есть чем гордиться. 750 голды. Забираем, конечно же, Стрвеха. Может быть, ее смогу сейчас выиграть. Посмотрим. Так, давайте вот этот кейс. 1000 золота. Он тоже нормально. Забираем. Я продавать ничего, наверное, не буду. Буду вот так вот, собственно, копить голду для вас, товарищи. Попытаюсь как можно больше выбить голды, чтобы среди вас разыграть потом. Так, 500 голды. Конечно же, забираем. Кстати, захаживайте на стримы. Там у нас проходит частенько розыгрыш какого-нибудь там прем танка или золота. В общем, всегда призов там хватает. И сейчас я, кстати, стримлю киберпанк. Но сейчас не об этом, конечно. Так, остается совсем немного. Но скоро, кстати, 6-й кейс бесплатно. Так, 500 голды. Нормально. И, собственно, чуть-чуть осталось. Посмотрим, что же в конце ждет нас. Получится ли выиграть еще один прем танк. И действительно, тут, правда, картинка у них битая. Но все равно, не важно. Главное, что 7800 зол. 30 тысяч голды, друзья, получается выиграть. Просто отпадная, я считаю. Просто потрясающе. Итак, 50 золота. Забираем. И посмотрим, что дальше будет. Падать. Итак. 50 золота. И. Последний кейс. 200 голды. Ну и на этом все. 30 тысяч золота. В итоге даже почти 31 тысяча. Спасибо, что смотрели. Если интересно, то, в общем-то, там все ссылки на данный сайт находятся в описании. И мой промокод там же. И мой промокод там же.